Всем привет! Это мое первое видео, которое я записываю уже в Сербии. Я улетела сейчас в Сербию, в Белград, и решила вам показать свои покупки из ЛАЖ. Так как в Сербии есть ЛАЖ, да, он, конечно, один-единственный на всю страну магазин в Белграде, и он в двух шагах от меня. Я живу в доме, который находится прямо рядом с ЦЦ, в котором этот ЛАЖ. Это, конечно, не очень хорошо, потому что я постоянно туда буду ходить, но все же. И у меня есть здесь продукты, которые купил мне парень, когда я еще не приехала. То есть, типа, я бы просила заранее купить, потому что они бы закончились, лимитки. И когда я уже приехала, я тоже там что-то докупила себе по мелочам. А еще я записываю через вот такой прекрасный микрофон, и я могу, например, сидеть с открытым окном, и звук все равно будет нормальный. И могу далеко телефон поставить, и звук тоже будет нормальный. Вот. Надеюсь, вас не будет бесить вот эта штучка здесь висящая. Я вам покажу сегодня коллекцию на день отца и еще парочку других продуктов. Давайте начнем. И вот такой вот гель. Это гель как раз с отцовской коллекции. В прошлом году выходил Red Dead гель. Тоже такой же синий, с таким же запахом. Просто в этом году его переименовали. Хотя это тот же самый гель. Просто он был запахом духов Решес, и его решили назвать так же, как духи в этом году. В принципе, вообще без разницы, как его называть. Red Dead, конечно, прикольное такое название, но самое прикольное в нем это его цвет и запах. У него свежий, травянистый и пихтовый запах, потому что здесь есть масло сибирской пихты. И вот он действительно пахнет, как новогодняя елка, которую принесли в дом, поставили свежая, только срезанная, которая пахнет вот этими вот иголочками. Чисто такой же запах. Просто абсолютно такой же, поэтому он мне напоминает Новый год, но его летом использовать круто, так как он свежий и бодрящий. То есть, типа, будет немножко настроение так поднимать, охлаждать, и приятно, короче, будет им пользоваться. Но здесь куча таких ингредиентов странных, которые я даже не знаю, как прочитать, как перевести, тем более. Поэтому не буду вам морочить голову, вот. Я взяла самый большой объем, потому что в прошлом или позапрошлом году, когда я покупала Red Dead, когда он только вышел, я покупала 100 грамм, 100 миллилитров. Это совсем маленький объем. И потом мне прислали еще 100 грамм, вот в этом году уже. И тот я продала, а этот у меня стоит, вот, Red Dead, теперь еще и Fresh S. Кажется, если его по-другому назвать, то его и на Новый год можно выпускать. Следующий продукт, это у меня набор подарочный. Я очень хотела бомбочку в виде этого космонавта, она называется Out of this world. Вот, я, конечно, еще хочу ее докупить из Англии, наверное, потому что здесь она закончилась, и у них был только этот набор, где в наборе эта бомба и Intergalactic бомба. Получается, Intergalactic мне не особо нужен, ну, может, растворю, может, нет. Я его давно уже, в последний раз растворяла. Не буду сейчас открывать, наверное, этот набор, хотя нет. Давайте вместе с вами откроем. Ну, что, давайте. Я его потом все равно запакую, пусть лежит. Я люблю долго не открывать наборы. Типа, что вот что-то лежит, и я потом смогу открыть и как бы немножко порадоваться, что я что-то там распаковываю, какой-то подарочек. Типа, это, короче, прикольно, какая-то магия, я про него забываю, а потом, короче, вспоминаю. В принципе, я видео в ТикТоке записываю с распаковкой наборов, чтобы показать, что там внутри. Мне, наверное, нужен ножик. Здесь скотч, и если его отклеивать, то можно повредить упаковку, а я всегда стараюсь открывать, не повреждая упаковку, я ее сохраняю и использую для фотографий. Ну, потом, если, например, нужно упаковать какой-то подарок, то я их использую, чтобы упаковать какой-то подарок. Да, я такой не выкидываю, барахольщица, потому что почему-то не вылезает, что за фигня. Надеюсь, там бомба не повредилась, потому что часто в наборах бомбы, которые лежат друг рядом с другом, они немножко повреждаются друг от друга, начинают тереться, кусочки отваливаются. Я такой не люблю, поэтому я предпочитаю покупать бомбы отдельно, а не в наборе, но тут у меня не было выбора. О, наконец-то я его открыла. Такая бомбочка еще ни разу не выходила, то есть в этом году первый раз. Тут у лежит бомба Интергалактик, я давайте ее сразу вам покажу. Это очень популярная бомба, мне кажется, все ее пробовали. Ребята, короче, бомба выглядит вот так. И здесь сверху чей-то волос. Прям он впечатан в бомбу, то есть кто-то при изготовлении впечатал ее. Я вообще такое впервые вижу. Бонус такой. Черный волос, знаете, скорее всего мужской, если он короткий. Прям лежит в виде такого круга. Давайте поближе постараюсь. Вот, видно, да? Вот кусочек, вот кусочек, вот кусочки. Получается такой круг. Я вот вижу, что это волос. Это не просто что-то, типа это волос. Ребята, я такого еще не видела, это шок вообще. Короче, я буду писать в лаж, разбираться, потому что это ненормально. Ну, типа я понимаю, что ручная работа о шапочке, там, типа, почему волосы падают, летают по продукции. Это очень неприятно. Что-то лаж вообще как-то распустились, мне кажется. Ладно, давайте посмотрим вторую бомбу. Надеюсь, там не будет сюрпризов, не будет волос. Вот так она выглядит. Симпатичная, блестящая. Она покрыта такими блестками сверху. Наверное, на камере не очень видно, вживую очень хорошо видно. Но она на самом деле не очень большая, она маленькая. Крошится. Тут вот потрогаешь, она крошится. И, по-моему, у нее запах... У нее запах похож на пену радуга. Типа, сейчас посмотрим, что в составе. Знакомое слово, алибаном камелия. Он очень похож на запах пены радуга. Такой немножко пластиковый, такой немножко кисленький, такой, знаете... И такой немножко конфетный. Такой конфетный, вот как конфетки, браслетики, знаете, такие дрожжи. Короче, что-то не очень. Ну, бомба в целом целая, но вот ты ее в руках держишь, и она крошится. Она прямо разламывается. Она неплодная, как, например, вот это вот. Вот это вот, ну, прям хорошо спрессованная. Не осыпается вообще, все прекрасно. А вот это... Ну, все. У меня все руки в этой бомбе. Все, она вот на пол покрошилась. Ну, просто, это просто, я не понимаю. Давайте уберем этот набор. Я его потом запакую обратно, наверное. Ну, типа, это трэш. Волосы-то, конечно, вообще шок просто. Ну, на самом деле, я уже слышала подобную историю, что им попадались тот же волосы там в бомбах. В каких-то средствах. И это большой косяк. То есть, типа, это, видимо, нередко происходит. Это не единоразовый случай такой. Также я у них попросила журнал-газетку. Вот такую вот. Ну, знаете, здесь просто расписаны всякие вот продукты, которые были выпущены там в этом году. Какие-то новинки, про какие-то ингредиенты. Ничего эксклюзивного нового такого не написано. Но можно почитать про какие-то ингредиенты. Тоже, может быть, кому-то будет полезно и интересно. Я люблю такие журналы коллекционировать. Это, типа, потом в будущем, через, там, 5-10 лет, это будет интересно, типа, посмотреть, что там было в прошлых годах. И поэтому я такие храню штуки. Очень хотела этот журнал просто себе в коллекцию. И вот приехала сюда и попросила у них. Они бесплатно дают в подарок к покупке. Следующий продукт. Давайте, давайте, вот. Это мыло. Это мыло. Оно у меня запечатанное. Это то самое мыло из коллекции «На день отца», которое называется «Блюмун». И оно пахнет серией «Спейс Гёрл». У меня есть спрей «Спейс Гёрл». Туда еще в эту серию уходит «Бомба подари мне Бегемота». Пена на палочке «Малина». Также гель «Вэри Вэри Фрайтнинг». Еще «Бомба» есть «Спейс Гёрл». По-моему, еще что-то было давно, но, в принципе, вот то, что вы можете помнить, я вам перечислила. То есть это такой цитрусово-сладкий, ягодный, немножко медовый запах. Его сложно описать, но он такой, короче, сладко-цитрусово-ягодный, вот. Что тут в составе интересного вам прочитать? Не знаю. Пусть он будет у меня запечатан, чтобы не иссохся, хотя бы не так быстро. Вот, не буду его открывать, но запах слышно. У них там до сих пор он продается. Оно, мыло, да. Я думаю, может быть, купить еще один себе кусочек. Вот, не знаю пока. Там у них много мыл всяких. Ребята, я все-таки распаковала это мыло, я хочу вам показать главную его фишку. Давайте выключим свет. Вот такая вот магия получается. Этот вот круг в центре светится в темноте. То есть поняли, да? Он набирает свет, впитывает и потом отдает его. То есть просто так, если он сначала полежит в темноте, он не будет светиться. Нужно как раз его напитать светом. Я, например, на окошко положила, на пару минут, и все, он потом отдает. Блин. Следующий лимитированный продукт это из пасхальной коллекции. Я подумала, что здесь, в магазине, я ничего не хочу, потому что у меня все есть. И взяла что-то из лимиток. Вот. То, что я не покупала. Это желе Гаммбер. Оно очень вкусно пахнет, на самом деле. Это такой запах газировки и сока мультифрукт. Похоже на гель WhatsApp Dog и похоже на гель Манго. То есть это действительно пахнет конфетно, как-то вот газировка, леденцы, сок фруктовый, вот что-то вот такое. Я им уже пользовалась, да. После того, как я его купила, я пошла в гости. И там я им воспользовалась, и потом у них в ванной пахло этим желе. То есть оно настолько ярко пахнет, особенно если человек, ну, типа, не знаком с лашем, он сразу его почувствует. Я-то, может, уже привыкшая. Вот. Ну, классный запах, остается на руках. Доставать не буду, он в виде мишки. Я думаю, вы и так знаете, потому что в прошлом году на пасхалку он уже выходил. Так, сейчас еще один продукт принесу. Он у меня не с собой, он у меня в ванной, кстати, я им пользуюсь. Это вот такое средство, которое называется Sticky Dates Comingle. Есть у них Comingle просто средство. Это типа пенищийся скраб. То есть, ну, вообще пилинг за тело написано. Это типа скраб. Просто он более пенищийся и с такими... в такой консистенции по типу... Давайте я вам лучше попытаюсь показать. Вот. Он такой немножко трясучий, знаете? Вот такой вот желейный. Хотя он не желейный сам по себе. Он просто такой, как вот... Какой-то крем, какой-то пудинг. Вот, как пудинг, точно. И пахнет просто объедение. Выглядит тоже, как будто бы это какой-то десерт. И вот просто ложечкой, как йогурт, хочется набрать и съесть. Здесь частички, по-моему, от Амута и этот кофе. Давайте посмотрим. Знаете, я не понимаю, из чего эти частички. Но это точно не соль и не сахар. К счастью, потому что я не пользуюсь соляными скрабами. Сахарными редко. И вот этот вот... Это просто... Это такая вкусняшка. Это такой шоколадно-кофейно-карамельный запах. Такой сладкий, такой десертный. Такой... Просто реально хочется его съесть. Ну, в принципе, как и гель стики дейтс, только чуть более сливочный, что ли. Чуть-чуть он отличается. Я им уже попользовалась. Он реально работает как скрабик такой. Там частички мелкие достаточно. Относительно, например, просто кофейных скрабов. Поэтому да. Поэтому мне зашло. Следующий продукт это масло для куб из пасхальной коллекции. Называется просто Lush Lip Butter. То есть, типа... Странное название, но просто Lush Lip Butter. Окей. Я не против. Я его еще не открывала. Он запечатан у меня. Я не хочу пока открывать. У меня Cinevon Stick и Snow Fairy желе для куб все еще в использовании. И пока не использую хотя бы один из них. Вот этот не открою. Ну, это я пока так думаю. Не знаю. Посмотрим. Пока попробую, потом расскажу в своем Telegram канале. Ссылка на него в описании будет. Ну что ж, раз мы уже пошли по пасхалке, то у меня вот такой вот наборчик пасхальный. Я его купила буквально вчера, что ли. И купила я его, потому что он один последний был из... Точнее, нет, он был не последний, но это был единственный пасхальный набор, который остался здесь. Вот, потому что из пасхалки здесь вообще всего там пару средств осталось. То есть, Gummy Beer, Celebrate, вот. Два маленьких геля Golden Egg осталось. Потом, наверное, вот эти вот масла остались для губ, но я не обращала внимания. И из наборов, из бомбочек и всякого такого остался вот этот набор и, по-моему, пеноморковка зеленого цвета. По-моему, больше ничего не осталось. Я не помню. Что там было-то? А, и мыло еще осталось. Нет, на самом деле много чего из пасхалки осталось. Я почему-то подумала, что... Типа мало. Ладно, неважно. Ну, в общем, я взяла этот набор, потому что я хотела пасхальные бомбочки. И вообще у меня была ломка. Я просто хотела что-то купить. Что-то лимитированное. И здесь в наборе бомба Flamingo Egg и Golden Egg. То есть два яйца, но Golden Egg, оно поменьше такое вот. А этот вот Flamingo Egg, оно вот такое прям побольше. И я оба их пользовала уже. То есть, типа, у меня были. Но каждый год Golden Egg делают немножко разными. И в этом году он тоже чуть-чуть отличается от предыдущих. Вот, я подумала, что... Ну, почему бы и да. А Flamingo Egg очень красивая бомба. Поэтому вот этот наборчик будет лежать у меня, пока мы не переедем в квартиру с ванной. Потому что у меня ванны пока нету. Здесь вообще проблемы с ваннами. Здесь, как, в принципе, наверное, в Европе всей, очень мало квартир с ваннами. А если есть ванна, то обычно это, типа, большая квартира, где есть вообще там два-две ванных комнаты. Там, типа, с ванной, с душем. Ну, вот чаще вот так. Либо это какая-то очень старая квартира в очень старом доме. Вот этот набор открывать не буду, потому что вы и так уже знаете. И я знаю, типа, не хочу открывать. Так, давайте дальше посмотрим, что у меня тут. А, и последний продукт. Я вам потом еще пробники покажу, которые мне парень взял, попросил у них. И это Super Milk. Я его хотела попробовать, да, но он, типа, достаточно дорогой. Я взяла 100 грамм, и получается, это 1900 динар в рублях. Ну, это где-то 1500-1600. Он всегда был дорогим. И в Англии, и в России, и где угодно. В любой валюте он всегда был дорогой. Но это, говорят, очень хорошее средство. Здесь, там, кокосовое масло вроде и всякое такое. Для увлажнения волос можно после душа на влажное нанести. Можно, там, на сухие наносить. Короче, как угодно. Я и так, и так делала. И очень приятный запах. Конечно, если честно, я заметила, что волосы от него быстрее грязнятся. Но он вроде как должен увлажнять волосы. Поэтому для, например, осветленных сильно волос, каких-то поврежденных, или просто от природы такие сухие, вообще, мне кажется, очень хорошо подойдет. У меня волосы, хоть и осветленные, типа, если кончики подрезать, у меня волосы вообще не будут сухие. И они у меня прямые, ровные. То есть, типа, ну, это не особо для меня средство. Но у него такой классный запах, такой шлейф на волосах, что очень похоже на спрей авокадо-калош. Он чуть более сливочный, но в целом почти то же самое. И вот остается шлейф на волосах приятный. Наверное, он все-таки увлажняет, раз у меня волосы быстрее ожирнятся. Но и они такие, по ощущениям, более такие как-то напитанные, более плотные, что ли. Я еще буду тестировать и тоже потом напишу свой отзыв в телеграм-канале, в инстаграме. И пробники давайте посмотрим. Здесь у меня крем для лица новый, который называется Peace. И я не пользуюсь кремами для лица от Lush, потому что у меня прыщи на них. Я уже миллион раз говорила, я не пользуюсь ничем для лица от Lush, кроме тоников. И я взяла чисто попробовать текстур, для вас отзывы написать просто и все. Потому что это новый крем, и я думаю, вот так вот наугад покупать его никто не хочет. То есть типа из Англии заказывать. И вот такой вот пробник взять, потестить, рассказать по текстуре, по свойствам. И все, и больше я им не буду пользоваться, потому что я почти уверена, что он мне не подойдет, и у меня будут высыпания. Даже если он мне подойдет по текстуре, по эффекту, в итоге у меня потом появятся прыщи, и все. Мне это не надо. Дальше. Крем для рук из коллекции на день матери. Супер-дупер, кстати, да. Почему-то, по-моему, в Англии этого крема не было. Я так и не увидела его на сайте. Или же я просто слепая. А, еще гель-мимоз тоже у нас остался, но у меня он есть. В общем, он очень жидкий. Очень жидкий, то есть типа буквально сейчас вытечет. Это почти молочко, мне кажется. И у него запах духов-оранж-босом. Это такой, знаете, цветочный, бело-цветочный запах иланг-иланга, жасмина, в общем, весеннего цветения, чая. Похоже на запах чая, вот. Очень приятный запах, я люблю запах оранж-босом. Просто он меня потом начинает поддушивать. Поэтому этот пробник я прям буду использовать, тестить. И еще взяла хэппи-скин. Это по типу коломазу, то есть такой энзимный умважка. Взяла попробовать, потому что я любила калокос. Ой, господи, калокос тоже люблю. Этот вот коломазу. Но я знаю, что мне тоже не подойдет. Но потестить хочется. Типа новое средство. Я решила, что в пробнике мне ничего не надо, кроме новых средств, которые я вряд ли куплю. Ну, просто чтобы попробовать и как-то вам что-то рассказать о них. Тоже какой-то есть запах, приятненький, симпатичненький. Типа не знаю, чем пахнет. Состав потом буду смотреть на сайте. Вот, тоже напишу в телеграм-канале. Это все, что я вам хотела показать. По крайней мере, в этом видео. Еще будут видео. Я буду показывать вам коллекцию Марио. Коллекцию на Пасху, которую я купила. Еще китченбоксы тоже. Постараюсь все отснять. Хоть и поздно, но... Типа... Уж лучше так, чем никак. У меня еще есть видео, которое я сняла и так и не домонтировала. Я сняла его еще в Москве и так и не домонтировала. Не знаю, когда я его выложу. Но вот это я выложу раньше, чем то. Потому что это я снимаю на телефон и я его сейчас быстренько смонтирую. А то я снимала камеру, по-моему. Если бы вы могли получить один продукт из этого всего бесплатно, то что бы это было? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на мои соцсети. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok